Дурно пахнущая история со всеми вытекающими последствиями. Черные ассенизаторы облюбовали новую локацию в Барнауле. Один курил на борту, другой устроил драку. Что происходит с пассажирами рейсов Москва-Барнаул? И Дима Билан презентовал новый клип с маленькой певицей из Барнаула, кто исполнил мечту особенного ребенка. Только что закончилась прямая линия с Виктором Томенко. Нехватка врачей, отсутствие асфальтированных дорог, плохая работа общественного транспорта, газификация населенных пунктов – это главные вопросы, которые жители Алтайского края задали главе региона. Прямая линия шла два часа. Губернатор успел ответить на пару десятков вопросов, а всего же на прямую линию их поступило более четырех тысяч. Темы, которые не прокомментировал лично Виктор Томенко, не останутся без внимания. Все вопросы передадут в профильные ведомства для их решения. Какие из озвученных на прямой линии тем получили наибольший отклик у населения, мы расскажем в ближайших выпусках. Другим темам. Сразу несколько происшествий случились в последние дни на борту самолетов, которые направлялись в Барнаул. Виновники ЧП – пассажиры лайнеров. Один из них курил во время полета, другой устроил потасовку. Инциденты произошли на рейсах Москва-Барнаул. Так, накануне во время перелета в туалете лайнера курил 36-летний местный житель. А двумя днями ранее 34-летний житель Алтайского края вступил в конфликт с другим пассажиром самолета. Мужчина проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью и мешал окружающим. В итоге нарушители общественного порядка задержали сразу же после приземления в Барнаульском аэропорту. В отношении курильщика и хулигана составленные протоколы об административных правонарушениях мужчинам грозят штрафы. Барнаульские черные осенизаторы продолжают сливать отходы в неположенных местах. Недавно у них появилась новая точка. Подробнее о том, где она находится и как сейчас борются с нечистыми на руку осенизаторами, расскажет Данил Кузнецов. Барнаульские черные осенизаторы продолжают творить беспредел. На этот раз они нашли новое незаконное место для слива отходов. Находится оно на улице Широкая Просека. Это примерно полтора километра от Змейногорского тракта. О сливе отходов в этом месте специалисты из Аграрного университета, которому принадлежат лесные угодья, узнали еще в начале года. Однако тогда это было лишь несколько машин. Осенью их число возросло в разы. Связано это с постоянными рейдами на других точках и новой порцией штрафов от разных инспекций. Тем более сейчас для патрулирования привлекают беспилотную авиацию. Так что доказательств достаточно. Зависаем. Бывает даже палки кидают в него. Зависает. Но тоже, как только увидели, теперь смотрят не только по кругу, но и теперь на небо. Как только увидели приближающийся квадрокопер, сразу шланги сворачивают и уезжают. Напомним, в Барнауле есть только три точки, где отходы проходят очистку. На проспектах космонавтов Держинского и на проезде Южный. Однако большая часть ассенизаторов туда не приезжает из-за того, что услуга платная. Хотя и в данном случае идут навстречу. Они говорят, что цены завышены в приемных пунктах именно полейфильтрации. Там раньше они жаловались, что не было. Сейчас там есть цены, рассчитанные на основе российских цен. Некоторые для слива нечистот и вовсе выбирают даже не коллекторы, а просто поля. Притом, не всегда за городом. Например, уже давно черные ассенизаторы обосновались в индустриальном районе. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Не раз можно скачать. Да как раз? Вы ездите здесь постоянно. В целом, по мнению экспертов из Агау, количество черных ассенизаторов уменьшилось. Оно и понятно. Контроль стал жестче. Оплатить регулярно штрафы в десятки тысяч потянет не каждый. Но все же не исключено, что мы пока просто не знаем про новые локации, где черные ассенизаторы делают свои дурно пахнущие дела. Если вам известно о таких точках притяжения, можете позвонить в нашу редакцию. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Ставка по ипотеке может вырасти до 30%. Такие предположения делают некоторые российские экономисты. Это направлено на заморозку денежного оборота, чтобы охладить экономику и, в частности, инфляцию. С экономической точки зрения все это закономерно. Поэтому в декабре ключевая ставка Центробанка может составить 23%. Это потянет за собой и ставку по ипотеке, но не более чем до 30%, уверен доцент университета при правительстве России Игорь Балынин. Сейчас ситуация на рынке недвижимости в России статистически немногим отличается от прошлых лет. В сентябре в стране заключили 95 тысяч ипотечных договоров, что всего на 15% меньше, чем в 2019. Однако качественная картина иная. Почти все эти договоры заключены по льготным ипотечным программам. Специалист советует повременить с ипотекой по рыночным ставкам. Наверное, принципиальной разницы с точки зрения непосредственно заключения ипотечного договора по 30% или по 28% или по 20% мне кажется особой разницы нет. С точки зрения того, что любая из причисленных выше ставок является высокой, заградительной и явно что нецелесообразно под такую ставку заключать договор. По мнению экономиста, платежи за ипотеку должны составлять четверть от дохода. По такому принципу и стоит рассчитывать, покупая недвижимость. Через несколько лет, считает эксперт, ключевая ставка должна опуститься вниз и ипотека вновь станет доступной. Первый рэп – устройство радиоэлектронной борьбы, произведенное в Барнауле, вскоре отправят бойцам 35-й дивизии. Такое стало возможно благодаря народным полкам регионального народного фронта, которые ведут активные переговоры с производственниками. Это лишь один эпизод масштабной работы фронтовиков. Сегодня они подвели итоги работы за последние несколько лет. Подробности в сюжете. После трех месяцев без воды в разъезде Родина Каменского района появилось стабильное водоснабжение. Крупный торговый центр был наказан штрафом за слив нечистот в реку Обь. Бывший сотрудник МЧС после вмешательства Народного фронта получил долгожданный протез и таких решенных проблем тысячи. Помогать жителям края фронтовики продолжат, но стоят и другие задачи. Это распространение действия Народного фронта на все районы Алтайского края. Мы уже присоединили к себе Бийск, Камень на Оби, Рубцовск. Вот потихоньку будем выезжать. Второе – это развитие, донесение идей Народного фронта до населения. Развитие молодежного направления, потому что это достаточно мощное, перспективное направление нашей молодежки. Изменится и работа самого штаба. Он будет представлять региональное отделение во всех районах. Штаб усилят экспертами. Сегодня в его состав вошли 16 новых людей и каждый будет работать по своему направлению. У нас очень много вопросов возникает по выплатам, наследственные дела. Не скрываем о том, что имеет такая проблема, особенно споры между родственниками, споры именно по недостающим выплатам. В настоящий момент у меня просто за 4 дня 17 вопросов. 17 вопросов – это от граждан, не только от самих участников СВО, но и от их родственников. То есть возникают, естественно, там определенные трудности. Мы добились лицензирования программы, связанной с пилотированием. Поэтому у нас выстроена широкая такая линейка по подготовке пилотов, начиная со школьного возраста. Константин Гирш будет заниматься патриотическим направлением. Он давно выступает с благотворительными концертами авторских песен. Теперь появится возможность расширить свои гастроли. Больше возможности, вот это вот самое главное, поехать за ленточку, к примеру, да. Для меня и для моей команды, ну это очень тяжело с кем-то решить какие-то административные моменты. Ну, а здесь уже налажен контакт с другими регионами. Координаторы волонтерских движений сегодня получили нагрудные знаки и благодарственные письма, как признательность за работу. К примеру, группа «Умельцы фронту» на 3D-принтерах выливает различные элементы, которые используют бойцы на передовой. Планы у направления все для победы масштабные. Прежде всего, наладить работу с производственниками. Буквально завтра я забираю первый рэп, который произведен в городе Барнауле, и отправляем их нашим бойцам из 35-й дивизии. Поэтому для меня, конечно, это одна из первоочередных задач сейчас помочь производителям выйти на официальный именно уровень. И еще одна важная задача направления – поставка автомобилей и мототранспорта на фронт. Все 16 новых представителей штаба скоро начнут активную работу, основная цель которой – делать жизнь граждан лучше. Будь то за ленточкой или в тылу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульцам показали плакаты, которыми украсят к Новому году улицы Краевой столицы. В их основу легли праздничные открытки художника Владимира Четверикова, вошедшие в золотой фонд советской филокартии. Вот такие плакаты задействуют в оформлении витрин, входных узлов, фасадов и билбордов. Также Барнаул традиционно украсят ледяными снежными световыми скультурами, светодиодными, сетками, прожекторами, искусственными елями и не только. Основные зоны новогоднего оформления – магистральные улицы города, площади, парки, а также территории объектов культуры, спорта и торговых комплексов. Преобразить город должны к 16 декабря. В камне на обине равнодушные жители спасли собаку, упавшую в канализационный колодец. Пес не мог выбраться сам, начал замерзать, скулил, чем и привлек внимание. Услышав вой, местные жители вызвали спасателей. Сотрудники ГОЧС вытянули животное с помощью специального снаряжения в виде палки с петлей, после чего пес поспешил по своим делам. Кстати, такие истории для камня на обине – редкость. Других псов из колодцев города доставали в апреле и в мае этого года. Дима Билан презентовал новый клип с особенной девочкой из Барнаула. Новый клип создан совместно с волонтерским проектом Алтайского края «Мехутка». Песню под названием «Неразделимы» Билан исполнил дуэтом с особенной вокалисткой из Барнаула Велимирой Шадриной. Она стала победительницей уникального творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Особенный вокал дети». Конкурс впервые проходил в Барнауле в сентябре этого года. Перед обладательницей главного приза открылась возможность записать авторскую песню с Димой Биланом. И вот известный певец анонсировал выход совместного клипа. Добавим, слова к песне написал «Мехутка», а музыку Екатерина своеволена. И к новостям спорта. Сегодня стартовал футбольный турнир УФСИН России среди ветеранов правоохранительных органов и силовых структур в памяти генерала-лейтенанта Александра Семенюка. Участники 10 команд и более 100 футболистов со всего Алтайского края. О том, как сотрудники силовых структур играют в мяч, расскажет Дмитрий Дроздов. Пас, как у Месси, а гол в стиле Роналду. Такой стильной игрой могут похвастаться ветераны УФСИН. На турнире памяти генерала-лейтенанта внутренней службы Александра Семенюка уже седьмой год подряд встречаются 10 команд. Турнир мы организовали, потому что Александр Петрович сам любил спорт, всегда болел за спорт. Ему нравился футбол. Поэтому и было принято решение после его трагической гибели им памяти его сделать турнир. Более сотни футболистов из юридического института Алтайской таможни, войсковых частей и региональных управлений МЧС, МВД и ФСИН. Два дня будут выяснять футбольные отношения. Долгое время он возглавлял управление уголовно-исполнительной системой по Алтайскому краю. Но долго это я имею в виду, что, по-моему, лет 17, если мне память не изменяет. Очень много при его управлении в Алтайском крае сделано хорошего развития. Он заложил очень такой железный фундамент, что нам позволяет на сегодняшний день работать более с легкой, с легкостью, скажем так. Много ввел традиций для нашего ФСИНа. Ну и в целом был хороший, сильный руководитель. Согласно регламенту, зрители увидят игры в двух группах по пять команд. А дальше, в зависимости от расположения в турнирной таблице, матч за 9-е, 7-е, 5-е и 3-е место. А два сильнейших коллектива встретятся в матче за золотые медали. И для многих игроков футбол на первом месте. Среди счета это футбол. А во вторую очередь, само собой, это встреча со старыми знакомыми, друзьями из команды, пообщаться. Это обязательно, не обязательно, само собой. У нас тройка всегда серьезная, как и все любые игры проводимые. Обязательно справимся только на победу. Сегодня весь день проходили игры группового этапа. Завтра команды сыграют свои главные матчи на турнире. И мы узнаем имя победителя. Финальный матч состоится в 16.00 в зале «Коммунальщик». Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok